Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очень важное и интересное видео про уникальную культуру амарант. Золотое зерно бога, хлеб инков, древняя еда славян, растение, дающее бессмертие. В переводе со старославянского, протославянского языка дословно означает «отрицающий смерть» или «дарующий бессмертие». Другое русское его название ширится. Легенды говорят, что до 300 лет жили люди раньше на Руси, но указом Петра Первого амарант был запрещен в пищу в ходе его реформ. А хранителей древних знаний и культуры уничтожали. С тех пор, особенно в последние времена, за ширицей закрепилась слава корма для животных. И то до времен Хрущева. Относится амарант к семейству амарантовые. Известно амарантовых, более 100 видов. Все они произрастают в теплых и умеренных областях земного шара. Когда до последних крупных оледенений 14 тысяч лет назад климат был другим, амарант рос на широтах нынешнего Крайнего Севера. Лебеда – это близкий родственник амаранта. И в прошлом своем видео я уже говорил о лебеде, тоже уникальном растении. Посмотрите это видео, кто еще не смотрел. В своих последних видео про пользу и питательность дикоросов я в каждом выпуске давал уникальные сведения, которые вы не знали, ну или почти никто из вас не знал. Например, что пырей ползучий дают гибрид с пшеницей, который не подвержен болезням, и размножаются корневищами. То есть сеять каждый год зерно не нужно. Что в древних захоронениях славян находили глиняные горшки с семенами лебеды. Что мокрица не уступает по лечебным свойствам женьшению и увеличивает лактацию абсолютно у всех млекопитающих животных, и у человека в том числе. И вот сегодня вы узнаете тоже много ценнейших сведений, но уже об амаранте. Амарант был хлебом инков. А ацтеки семена амаранта меняли по весу на золото. При хрущевском мракобесии с кукурузой убирали с полей не только коноплю, но и амарант даже как кормовую культуру. Но старые люди еще помнят, как ели амарант 70 и более лет назад. Что уж говорить, уже и пшено выходит из употребления, а картошка давно заменила русскую репу. Про турнепцы брюкву вообще мало кто вспоминает в наши дни. Зато супермаркеты чуть ли не в каждой деревне понаделали. Дожили. Кстати, вот вам мое видео о конопле и льне. С названием «Они дороже золота и нефти». Посмотрите непременно это уникальное, интереснейшее видео. Мою запись из музея льна и конопли в Псковской области. В ведах не раз было сказано о пользе и сакральности амаранта. В общем, сказано о нем везде, почти во всех культурах. У амаранта мощная корневая система, поэтому эта культура устойчива к засухе, как никакая другая культура. С амарантом, кстати, невозможно получить никакие гибриды, а только вырастить новые сорта. Из данного растения можно получить яркий красный натуральный пигмент-краситель. Ну а теперь, пожалуй, самое главное. Это вещество скволен. Уникальное вещество. Благодаря скволену больше и лучше усваивается кислород нашими клетками, тканями. Более ста лет назад впервые это вещество было получено из печени акул, и до недавнего времени их уничтожали в огромных количествах из-за этого вещества скволена. Так как это вещество сильнейшее средство против онкологии. Но в печени акул его всего 2%, а в амаранте, дорогие товарищи, внимание, 8%. Кстати, в нашем кожном жире у нас с вами до 13-15% скволена от общего числа жиров. Он просто необходим для молодости кожи. В амаранте еще очень много линолевой кислоты, до 50%. Такого больше нет вообще нигде. А это весьма важно для синтеза нашим организмом из линолевой кислоты, омега-3 полиненасыщенных кислот, ЭПК и ДГК. Смотрите на эту тему моё видео «Омега-3, 6, 9 жирные кислоты». Масло амаранта применяется и при уходе за кожей, ногтями, волосами, но главное применять его внутрь. По чайной ложечке 2 раза в день можно во время еды, можно добавлять салаты, а можно отдельно с любой едой. Но самая большая польза будет от проращивания семян амаранта. Проращивать нужно семена до 6-7 дня от начала прорастания и есть по столовой 2 столовых ложки 2 раза в день, долго-долго разжевывая, лучше есть после еды. Например, после завтрака, а другую половину после обеда. Проглатывать нужно только в жидком виде, очень хорошо тщательно жевать. В 2008 году в амаранте был обнаружен пептид луназин, который ранее был найден в сои. Считается, что луназин тоже является противораковым сильным веществом, а также он устраняет воспаление при хронических различных заболеваниях, например, при артритах, артрозах, подагре, защищает от диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта. Но говоря о раке, непременно посмотрите, кому это важно или интересно. Мои вот эти хотя бы 2 видео о онкологии, это общие принципы лечения онкологии и сахар и рак. А вот вам еще одно интересное сведение. Во времена, когда в Европе амарант уже был под запретом, был предан анафеме, а это было еще до правления Петра I, при его отце Алексея Михайловича, королева Швеции Христина Августа, основала в 1653 году орден кавалеров амаранта, который просуществовал 3 года. Дорогие товарищи, а хотите, чтобы я снял видео о лечебных свойствах спороша, или, например, бессмертника, может быть, чистотела, рассказал бы, откуда пошли исторические такие названия, раскрыл бы эти темы кратко и очень полно, как, собственно, и другие мои видео по данной тематике. Напишите тогда в комментариях под этим видео об этом. Для вас написать это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, чтобы я свое время не тратил зря, может быть, это не будет интересно никому или малому числу людей. Поэтому не ленитесь пишите. А также очень рекомендую, посмотрите вот это мое видео со второго моего канала «Жизнь на земле» о высадке тысяч различных растений в моем хозяйстве. Видео на этом канале немного, но все последние видео очень интересны и поучительны. И про строительство, и про аквапонику, и про теплицы, и зимние сады. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Так для чего же вообще и от чего нужен и полезен амарант? При каких болезнях он применяется? Список огромен. Это и атеросклероз, повышенный холестерин. Амарант налаживает обмен веществ, улучшает гормональный фон, дает силы, энергию. Он является активатором иммунитета. Перечислять все его свойства и достоинства очень долго и нет никакого смысла. Просто введите в рацион питания эту древнюю уникальную культуру в виде проростков, круп, масла. Амарант – это уникальный полноценный белок. Внимание, оценка его полноценности даже учеными составляет 97%. По качеству белка белок амаранта приравнивается, внимание, к грудному молоку, который берется за 100% возможного. То есть амарант действительно эликсир жизни. В нем есть все незаменимые аминокислоты. В листьях белка 20% от общего количества всех веществ, а в семенах до 25%. Кстати, в семенах амаранта нет глютена и никаких других лектинов. А вот, например, такая аминокислота, как лизин, есть и очень в больших количествах. А ведь она отсутствует практически во всех других растениях, в растительных белках. Состав амаранта, конечно, уникален. И листьев, и семян. Углеводов, сахаров в амаранте мало, что хорошо при кетопитании. Лечебными являются все части этого растения. Да, я очень рекомендую посмотреть мои видео про такие культуры, как одуванчик, крапива, сныть, лебеда, мокрица. Мои два видео про зелень и дикоросы. И, конечно же, про хлорофилл. Говоря про амарантовую муку, вот дойдут у меня руки, обязательно мы будем ее делать, производить в моем хозяйстве в Псковской области. Будем делать и продавать. А семена амаранта у нас и так есть в продаже, вот на этом нашем сайте надгард.ру. Раньше на Руси выпекали хлеб из амаранта, делали каши, добавляли в супы. Ну, кто ест эти продукты? Но чтобы сохранить все полезные и питательные вещества, чтобы польза была полная, максимальная, нужно все же проращивать и есть именно проростки. Помните, при проращивании любых семян в них в разы увеличивается количество витаминов. Потребляя в пищу амарант, вы снижаете риск онкологии, женских болезней гинекологических, любых доброкачественных опухолей, а кожа, волосы, ногти будут гораздо лучше. И кожа лица будет в тонусе. Сейчас много вывели селекционных сортов амаранта для дачников. Но в пищу применяются все же другие сорта. Древние, исконные, только селекционно улучшенные. Путем отбора разных признаков. Для крестьянства и фермерства это вообще уникальная культура, можно сказать, клондайк. Ведь биомассу растения можно получить до 300 тонн с одного гектара, поскольку одно взрослое растение может весить 4-5 килограмм, а на один гектар идет средняя посадка 75 тысяч растений, вот и считайте. Рентабельность самая высокая из всех злаков и псевдозлаков. Амарант, кстати, это псевдозлак. Да, это забытая и очень перспективная культура. А поскольку корневая система у амаранта очень глубокая, то она забирает с глубинных слоев почвы те питательные вещества, которые отсутствуют уже давно в верхних слоях нашей истощенной ныне земли. Сейчас земля истощена, уже давно везде засажены огромные поля под различные монокультуры, применяется агрохимия, и потому содержание витаминов и минералов в продуктах все уменьшается с каждым годом. Почему такое происходит? Почему микро- и макроэлементов становятся в продуктах питания все меньше и меньше? Подробно я это объяснял в своей лекции «Лес и почва». Кому будет интересно, ссылочка будет на это видео в описании. Ну а посему амарант в наши дни тем более может быть, как когда-то ранее, действительно культурой для спасения населения и для его оздоровления. Кстати, в Китае амарантом сейчас засеяно более 100 тысяч гектаров земли, а в Индии, что совершенно разумно и справедливо, с помощью амаранта пытаются решить проблему белка для населения. Так как во многих штатах Индии климат засушливый, то амарант как ничто лучше подойдет. Тем более, что с гектара можно получить в сотни раз больше биомассы, чем того же риса. Дорогие друзья, маленькая рекламка, очень интересная. Под последним видео было письмо одной зрительницы. Спасибо за оливковое масло. Искала, где купить качественное. Магазинам не доверяю давненько. В этой связи скажу, мало бы уж кто знает. На нашем сайте nadgar.ru есть не просто лучшее греческое масло, не просто био, да, оно с сертификатами био, но оно с острова Тасос. От уникальных деревьев, многим из которых более двух тысяч лет. Под этим видео будет ссылка на наш сайт, где вы сможете почитать информацию об этом масле. И обязательно советую, посмотрите два видеоролика с Ольгой, хозяйкой этих деревьев на острове Тасос. Я надеюсь, будет весьма интересно и полезно. Много также ценных сведений она дает про эти деревья, которые сажали еще древние финикейцы. В пятилитровых жестяных емкостях это масло продается, разумеется, только у нас в России у одних. Амарант в качестве лекарства применяется при многих проблемах со здоровьем и при нарушении работы кишечника, при геморрое, обильных менструациях, всевозможных воспалительных процессов, в том числе в мочеполовой системе. Для нее используют водный настой амаранта. Для лечения дизентерии и желтухи применяется отвар корней и семян растения. Против онкологии, злокачественных образований помогает свежий сок амаранта, ну а также масло амаранта. Ну а маслом лечат и ожоги, пролежни, и шрамы, и укусы от насекомых. А при воспалении слизистых оболочек полости рта применяется и лечится полосканием сок листьев амаранта, разведенных водой в соотношении 1 часть сока 5 частей воды. Полоскать 5-10 минут 2-3 раза в день. Пару слов о масле амаранта. Естественно, речь идет про холодный первый отжим. Благодаря действительно уникальному химическому составу масло используется для укрепления иммунитета, борьбы с воспалительными процессами, новообразованиями. При давке семян в масло выделяется в том числе сквален и витамин Е, и различные полиненасыщенные жирные кислоты, некоторые аминокислоты, каротиноиды. И все это лишь малая часть большого списка составных частей амарантового масла. Ну а сейчас я расскажу вам о масках для лица, о средствах от выпадения волос, о интересном салате и даже о котлетах из амаранта, и об одном очень интересном блюде из амаранта и грибов. Маска для лица. Это средство подойдет для любого типа кожи. Для его приготовления понадобится 2 столовых ложки сока амаранта из сметаны до кремообразной консистенции или кокосового масла вместо сметаны. Эти два компонента нужно тщательно размешать, ну а готовые средства наносят на кожу лица и зону декольте на 15-20 минут. После чего смывают, таким образом данное средство наносят два раза в день. Средство против выпадения волос. Ежедневно перед сном стоит втирать в кожу головы амарантовое масло. Курс лечения от месяца до полугода или чуть больше, в зависимости от степени облысения. Но в этой связи, как доп. меры, как меры в комплексе, посмотрите мое видео, как остановить выпадение волос. Для кого это актуально и кому это интересно. О чае из амаранта и других рецептах смотрите мое видео о лебеде. Все будет то же самое по аналогии. Можно варить кашу из амаранта по аналогии с пшеной кашей. Ничего сложного тут нет. А вот вам рецепт полезного салата из листьев амаранта. Берете 200 грамм листьев амаранта, 200 грамм листьев крапивы, 50 грамм листьев черемши. Можно заменить листьями молодого зимого чеснока. Крапиву стоит обдать кипятком, чтобы она не кололась, либо раскатать по деревянной дощечке скалкой. Мелко нарезать, посолить, приправить каким-нибудь растительным маслом, ну, например, лучше всего льняным. Можно конопляном, тем же амарантовым. Или сметаной, майонезом, ну, кто как хочет. И питательный, очень полезный салат готов. Амарантовые котлеты. Берутся следующие ингредиенты. Семена амаранта, 50-60 грамм. Картофель вареный, грамм 80-100, но лучше заменить вареной пареной репой. Отварной горох или чечевица, 100 грамм. Морковь 50 грамм. Сырые куриные яйца, две штуки. Лучше, конечно, от пастбищных кур, и, конечно, здесь важно, для меня, по крайней мере, этическая составляющая. В этой связи, чтобы вы поняли, о чем я говорю, посмотрите вот это мое видео про яйца. Ну, а теперь, как же все это приготовить? Очень просто. Смешать ингредиенты между собой, растереть их до однородной массы, посолить, поперчить, запанировать в сухарях или отрубях, кто пожелает. Ну, и обжарить на каком-либо растительном масле, но лучше всего, конечно, на кокосовом, чтобы меньше пища окислялась, а на кокосовом масле пища практически не окисляется. Кстати, и запаха противного нет. Почему? Потому что атомы, молекулы, веществ не выделяются практически в воздух при жарке на кокосовом масле. Например, мишленовские рестораны как раз жарят все на кокосовом масле. Приобрести натуральное органическое кокосовое масло. Можно будет по ссылочке, она под этим видео будет. Ну, и, пожалуй, последний интересный рецепт это полента из амаранта и лесных грибов. А полента что такое? Это итальянское такое блюдо, каша как бы. Ну, из кукурузной муки, аналог мамалыги. Про мамалыгу знают во многих республиках бывшего нашего СССР, ну, в частности, в Абхазии. А ингредиенты такие, полстакана сушеных грибов, размолотых, белых или других. Одна столовая ложка масла, можно льняного, можно, конечно, оливкового, можно амарантового. Измельченный мелко нарезанный лук-шалот, примерно одна столовая ложка. Один стакан семян амаранта, немного соли, черный молотый перец по вкусу. Хорошо бы добавить тимьяна или иных приправ. Как же это готовить? В кипящую воду, воды должно быть чуть меньше двух стаканов, добавить грибы, накрыть крышкой и варить, пока размякнут. В другой кастрюле параллельно разогреть масло, добавить в него лук-шалот и готовить около минуты. Добавить туда амарант, из первой кастрюли готовые измельченные грибы, нужное количество жидкости и довести до кипения жидкость, как бы отвар, и варить на медленном огне где-то минут 15. Потом добавить специи, продолжать готовить еще 10-15 минут. И вот такая одна порция даст вам примерно 280 килокалорий, 12 грамм белка, 40 грамм углеводов и 8 грамм жира. Ну вот, пожалуй, и все. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Да, не ленитесь, нажмите слово «Еще» в Ютубе. Под этим видео откроются ссылочки, но прочтите все эти ссылки, посмотрите данные видео и информацию, которую я укажу под этим видео. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.